В эфире «Еда живая и мертвая» программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Одна из самых вкусных вещей на свете – блины. Сегодня мы приготовили сюрприз всем, кто их любит. Пять необычных рецептов, которые меняют устоявшийся взгляд на это блюдо. Все знают, что лучшие на свете блины пекут бабушки. Поэтому дегустировать сегодняшние произведения современного кулинарного искусства будут самые известные бабушки страны – бурановские. Шефы сделают красиво, нет сомнений. Но вот вкусно ли? Наши эксперты выскажут свое мнение – народное и непредвзятое. Ой, блины, 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 ой, блиначки мои, ой, блины, 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 ой, блиначки мои. Для начала – сытные плетеные блины с начинкой от бренд-шефа Антона Каллера. Он взбивает яйца, добавляет сахар и соль, вливает молоко и воду комнатной температуры. В муку кладет щепотку соды и всыпает ее в яичную смесь. Еще немного растительного масла в тесто, и можно выпекать. Обычных блинов нажарили, теперь нам нужно сделать цветные. И мы добавляем секретный ингредиент – это свекла. Но для начала нам нужно из отварной свеклы сделать пюре. В свекольную кашицу Антон переливает тесто и все перемешивает в блендере. Снова жарит. Получившиеся стопки блинов нужно переплести друг с другом, а для этого правильно нарезать. Мы отступили ровно сантиметр и нарезали полоски толщиной полтора. Красные фрагменты в шахматном порядке чередуются с белыми. Делать это, конечно, долго, но зато получается очень эффектно. После плетения можно добавлять начинку – вареную гречку и обжаренное куриное филе. Красиво смотрятся на столе очень, да, ведь, девочки? Прям вообще как лапти. СМЕХ Как корзина. Как плетеная корзина. Очень близки к нашим традиционным блинам. Милим они называются, джуко-милим. То есть готовится каша на мясном бульоне. Вот мелкие там кусочки мяса, и каша все это перемешано, и заворачиваем. На родине бурановских бабушек в Удмуртии блины с кашей, конечно, не такие мудрено-плетеные, едят все, в том числе и дети. Ну а вообще свои блинные рецепты есть у самых разных народов, и это может быть весьма интересно и вкусно. Как, например, ажурные блины из Малайзии. Шеф-повар Анна Семенова показывает, как это. Сначала она смешивает муку, соль и куркуму. Куркума очень красивая, солнечная, яркая специя, которая даст нашим блинчикам цвет и особый вкус. И также кокосовое молоко или кокосовые сливки. Именно они придадут этому рецепту такой национальный колорит. Кокосовые сливки Анна соединяет с яйцом и водой, затем постепенно добавляет их в сухие ингредиенты. Тесто должно получиться жидким, но клейким. Затем его нужно перелить в бутылку, и через дырочки в крышке можно рисовать по сковороде, а после выпекания свернуть блинчики в треугольники. Мне кажется, девочки, сейчас у нас самые красивые блины ожидают, да? Попробуем. Малайзийские блины, кстати, можно подавать и с острым соусом, и со сладким джемом. Отличный вариант для компании, где у всех разные вкусы. Но вернемся к более привычным сочетаниям продуктов. Сейчас у нас будет блинная почти что селедка под шубой. Шеф-повар Иван Артамошкин измельчает в блендере вареную свеклу, добавляет яйцо, сахар, соль, вливает молоко и ряженку, перемешивает и выпекает. На готовый блин намазывает сливочный сыр и выкладывает филе сельди, затем скатывает в рулет. Чтобы легче было нарезать наши блинчики, необходимо их поставить в морозилку на 10-15 минут. Перед подачей блинчики нужно нарезать и насадить на шпажки. Девочки, а эти блины у нас вообще как канапе. Со шпажками, да, шикарные. Мне кажется, для самых дорогих гостей можно готовить это блюдо. Очень вкусно. Я вот весь кусок съела сразу. Это прекрасная закуска, она и красивая, и оригинальна, и вкусна. Мы печем табани. Это на дрожжах ставится тесто, табани, близко к блинам, да, и готовится в открытой печи перед огнем. И туда обычно, ну, мелкую рыбу. Вот видите, опять кулинарные связи между народами. Блинчики с селедкой понравились и нам, и бабушкам. Сытно, необычно, красиво и удобно есть. Ну, а для тех, кто считает блины вредными для фигуры, у нас есть рецепт от повара Дмитрия Боходского. Это диетические банановые блинчики без муки, молока и сахара. Дмитрий разминает банан блендером, хотя вообще подойдет и обычная вилка. Добавляет кокосовую стружку и кунжут. Затем вливает отдельно взбитые яйца и все перемешивает. Для того, чтобы жарить непосредственно наши блинчики без масла, мы добавим его непосредственно в тесто. Жарят такие блинчики на абсолютно сухой сковородке, поэтому получаются они не такими жирно-масляными, как обычные. Да и без калорийных джемов тут легко обойтись. Банан дает достаточно сладости. Внешний вид очень аппетитный, да, но мне не нравится сладкий вкус, поэтому это не мои блины. На бананы не похожи. Ну вот, это вкус яблока. Но дети очень полюбят. Кстати, даже и самые обычные блины, но без начинки, тоже вполне себе диетическое блюдо. В тесте всего 200 килокалорий на 100 граммов. Если не перебарщивать с маслом, сметаной и прочим, фигуре вы не навредите. Ну а что делать тем, кто блины любит, но ленится их готовить? Есть супербыстрый рецепт. Налить на плоскую тарелку немного теста и отправить на пару минут в микроволновку. Получаются блины, правда, без характерного цвета и корочки. Бренд-шеф Евгений Диденко предлагает другой малохлопотный вариант из Финляндии. Тут смешивают муку, разрыхлитель, соль, сахар. Отдельно взбивают венчиком яйца, добавляют растопленное сливочное масло. В чашу с сухими ингредиентами вливают молоко, затем яичную смесь и все перемешивают. Это тесто, можно сказать, что больше похоже на бисквитную основу. То есть это что-то такое легкое, что впитает потом очень хорошо любую начинку. Ленивым этот рецепт называется, потому что пыхтеть со сковородкой, тонко распределять, жарить и переворачивать тут ничего не надо. Евгений переливает тесто на противень и на полчаса отправляет в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно так, кстати, изначально пекли и блины в русской печке. И это благодаря ей случайно и появилось по преданию само блюдо. У одной хозяйки получился кисель, не такой густой, как ей хотелось. Поставила она его в печь для того, чтобы он загустел, и не досмотрела. Овсяный кисель поджарился, получился блин. Ну а наш финский блин уже готов. Евгений нарезает. Что скажут дегустаторы? Посмотрите, какое плотное тесто, да, к зубам прилипает, когда вот ешь, да, не очень приятно. Я бы сказала, вы мне простите, быстрее наешься, один блин съешь, и все, ты сыт уже. Мне это, кажется, больше похоже на бисквит. Ну, я бы не знала, что очень много этого яиц. Если бы яиц тут много было, она бы была бы тушная. Этот блин и правда больше похож на пирог, зато он хорошо впитывает варенье. Не бойтесь экспериментировать. Все рецепты из этого сюжета, как всегда, на нашем сайте еда.шоу.